Ради всего святого, остановитесь, пожалуйста. Время от времени меня прошибали слезы, я плакала, пыталась собрать иконы. Я просто на самом деле не знала, как действовать в этой ситуации. Сквозь слезы видела, удары топора приходится прямо по ликам святых. Мария признается, сначала растерялась, пыталась сама отговорить мужчину, но поняла, без полиции не обойтись. Мы крикнули, стоять полиция, он повернулся к нам, попор не бросал, подали команду, лечь на пол. По словам полицейских, мужчина при задержании вел себя спокойно и не сопротивлялся, когда надевали наручники. Его как будто подменили, говорят очевидцы, ведь буквально все крушил на своем пути. В храме разбиты стекла, повреждены подсвечники, надгробья и иконы. Это не просто удары по иконам, это можно образно сказать и прямо удары по душам людей, так как эти иконы представляют собой не только культурно-историческую ценность, но прежде всего духовную ценность. Услышал голоса из ада, так пояснил свое поведение Устюжанин полицейским. Как позже выяснилось, на допросе мужчина неоднократно лечился в психоневрологическом диспансере. На данный момент острых психотических расстройств мой пациент не имеет, поведение непорядочен, спокоен. Я хотел, чтобы на меня обратили внимание, говорит мужчина и признается, считает себя верующим и все посты соблюдает. Я ходил очень долго и любил церковь, церковь мне очень много добра сделала. Что произошло в тот день, теперь следователи выясняют вместе с медиками. Впрочем, назначена не только психиатрическая, но и искусствоведческая экспертиза. Сейчас изрубленные иконы пытаются восстановить. Это вот киотная вещь, она стояла в киоте, в мраморном соборе. Здесь тоже нанесены вот такие удары, повреждены даже были венчики, сейчас они уже немного выправлены. Расщеплена вот древесина. Сколько времени уйдет на реставрацию, точно сказать никто не может. А вот на вопрос, какое наказание грозит подозреваемому, ответит суд. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». Мужчина вины не отрицает и уже раскаялся в содеянном. Сожалею, очень сожалею. И хочу раскаяться и раскаиваясь у этого.